Добрый день дорогие друзья! Шаббат шалом! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава ТЦВ. Наши мудрецы замечают. Они говорят, нету имени Маше в главе ТЦВ. Как это может такое быть? Всевышний обращается, ты повели, пусть доставят, допустим, оливковое масло, выжатое из маслин. Но обращается к нему Маше, но не называет его имя. И наши мудрецы видят, что в прошлой главе не называется имя Агарон. И что это такое? И они говорят, что то, что мы говорим, не проходит в мире никак. Маше сказал Всевышнему, он молится за нас, там Всевышний обещал, что нас уничтожит. За нашим поведением Маше мы молим прощения. И он, как бы, условие свое, он говорит, если так, как ты говоришь, то сотри меня из книги твоей. Вот так. То есть он настолько молился, но вот он так сказал. И поэтому наши мудрецы говорят, что имя Маше мы не видим в этой главе. То есть все, что человек говорит, зря не проходит. А почему в главе Трума нет Агарон, имени Агарон нет? Тоже все не просто так. Из-за его большой скромности он услышал, что Всевышний говорит, что великолепные одежды будут у него с золотом, с бриллиантами, с головой, нитью тхилет. Вот это все красивое будет, невероятное, все-все-все. И он подумал, что люди подумают, что он из-за того, чтобы иметь эти красивые одежды, выделиться, вот он считает, что это неправильно. И он как-то удалился из этого места, когда он услышал эти вещи. То поэтому его нет в главе Трума. Вот так вот. И вообще в Торе, если что-то мы говорим, зря не пройдет. Да, понятно. Если говорят праведники, такие как Яков, Садиким, допустим, невероятные на уровне Кадош, это понятно. Там вообще Яков сказал слово, кто сделал это, кто взял идолов у Лавана, тот не живет. Кто это сделал, тот не живет, говорит. Так и случилось. Сработала, допустим, эта беда. А вот был у нас случай, что мы пошли в разведку. Это было во втором году в пустыне. Сходили мы в разведку. И мы знаем, чем это закончилось. Разведчики говорили злую молву на страну, которую высмотрели. И чем это закончилось? Разведчики погибли. Но мы говорили своим языком, что хотели. Мы говорили, что давайте выберем новых вождей, вернемся в Египет. Что-то мы такое наговорили. Вот такими словами. Да, естественно, это сразу не сработало. Но прошло 39 лет и наши слова даром не прошли. Действительно, после смерти Огрона мы увидели, что облака славы отошли, что у нас напал Амалек, и мы боялись войны. И действительно, эти слова зря не прошли. Мы взяли и решили вернуться назад в Египет. Это все не просто так. Мы уже мудрецами Торы были. Мы уже невероятно кими были людьми. Но все вот так. Фраза эта зря не прошла. Чем это кончилось? Мы вернулись на 7 переходов назад на стоянку, которая называется Масарот. Левиты нас догнали, чтобы нас вернуть. И была братоубийственная война. И погибло 11 семей. 7 семей Суново-Израиля 4 левитских семьи. То есть это в главе Пенхаса, когда мы читаем семьи, то не достает. Вот допустим, там у Шимона одного человека не достает. Агат пропал. И еще у Бениамина 5 сыновей пропало. И у Ашера пропал. И Мна, по-моему, пропал. Ну, факт тот, что одного не достает. И там, и там 5 у Бениамина не достает. Вот это то, что нас язык привел к тому, что кончилась эта война и чем это закончилось. 4 левитских семьи тоже были убиты. Братоубийственная война была. это за наши слова. И потом мы смотрим, чем заканчивается, допустим, даже вот Мириам с Агроном просто поговорили о своем брате Маше. Поговорили, Мириам сказала, что он взял жену кушитку. В общем, что-то ей не нравилось. И Всевышний сказал, что за это будешь поражена проказой. Она покрылась проказой с ног до головы. То есть только за то, что она обсудила со своим братом Агароном своего брата Маше. Казалось бы, все нормально. Казалось бы, что здесь такого с родным братом, тем более он раввин, тем более он вообще первосвященник. Почему не посоветоваться, не поговорить о том, что он что-то неправильно делает с женой. Но Всевышний сказал, вы согрешили. Взвери плохо. Потому что всю картину видит только Всевышний. Человек не может видеть всю картину. Надо молчать. Не, можно говорить с утра до ночи. Говори слова Торы, пожалуйста. То, что можно, пожалуйста, говорить с утра до ночи. Тора нам это разрешает. Но если ты хочешь о ком-то что-то говорить, ты не можешь говорить. Это запрещено. Вот так надо всегда думать, что мы говорим и кому. И уверен ли на 100% что это так. Что-то она подумала, что Цепора чем-то недовольна. Она увидела и говорит, ты Цепора красивая. И она говорит, ну и что, так сказала. Она поняла, что Маше с ней не спит. И она вот это сказала своему брату, что он не выполняет свои обязанности. Она не могла знать всей картины. Вся картина была такая. Маше написано, когда мы получали Тору на Гаре Синай, Всевышний сказал, три дня, будьте готовы к третьему дню не приближайте женщине. И надо было два дня не приближаться. Маше сказал, три. Даже добавил день, чтобы сделать ограну такую. И поэтому, как же Маше мог приближаться к жене, когда ему надо было все время разговариваться в Всевышнем в пустыне. Естественно, она это не могла понять этой ситуации. И поэтому поговорила кочер, что Всевышний сделал прокаженной, но Маше молится, и то, что она покрыта проказой, написано, с головы до ног, сколько могут видеть Лазакоина, тогда уже проказа исцелена. Вот так она была покрыта проказой. И мы видим, что 7 дней ее народ ждал, не надо было второе контрольное еще 7 дней ждать, чтобы ее принять в стан просто 7 дней контрольных. Всевышний говорит, пусть посидит отдельно, потому что если бы отец ей плюнул подходить к нему и смотреть нормально, поэтому пусть 7 дней отдохнет. Вот такая ситуация, была она в Нистану на 7 дней. То есть мы всегда должны думать, что мы говорим, кому говорим, и все. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Бедесраэль, Самуин Бенгерш, памяти Павел Бенефим, Ури Бенхаритон, Бендел Бенмендель, Яков Беннахум, Владир Бенгригорий, за здоровье Светлана Бакклара, Шимон Бенесхак, Борис Бенмария, Анна Батривка, Полина Перд, Батсоня Сура, Лена Батклара, Женя Батрида, Анна Батрияна, Ефим Бенестер, Двора Батмиря, Моисей Бенева, Ирина Батвора, Йосиф Бенраиса, Инесса Базмаэль, Евгений Бенберта, Евгений Батрия, Ита Фера Батанна, Геннадия Бенелена, Ольга Батсветлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Батбела, Яков Йосиф Бенрахель, Шимон Бенмира, Фейга Батберта, Ася Батгода, Марк Беннина, Ира Батвера, Лер Бенклара, Рафаэль Бенклара, Ханна Цепора Батцара, Ида Бенхаева, Авива, Ефим Бенсоня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Гайя Батвадим, Йосиф Батаврагам, Бен Аваргам, Иосиф Бен Аваргам, Иосиф Батцара, Масла Барсас Гула, Ирина Батури, Арон Ребенури, За хороший дух, Арон Ребен Двора, Дизь Бен Ахумов, Галь Батцара, Ханна Батаврагам, Рафаэль Эйлен Бен Лариса, Парасай Брют, Владимир Бен Рая, Мой Шабет Маня, Марина Батрая, Анна Бат Александра, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Барасака, Она мазал то, Что мы это время не грешили, Учили Тору, И всем желаю крепчайшего здоровья, И пусть срочно закончится Эта страшная война, Всем шаббат, Шалом, До следующей встречи, Надеюсь, Останется в Йом Решон, В 15 часов, Шалом.